Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет такой интересный вопрос. Становится ли отступником от веры? Вернее, он становится, но так ли это ужасно? И перестает ли верить в Бога человек, который перешел в другую веру? Перешел по принуждению, как у нас становятся святыми, становились. В большинстве случаев, то есть к лику святых причисляли людей, которых насильственно заставляли перейти в другую веру, но не отказывались это сделать. Их казнили и потом причисляли к лику святых. Так вот, что же происходит, если вдруг человек не захотел умирать и перешел в другую веру? Перестал ли он верить в своего Бога? В большинстве случаев, естественно, он своего Бога верить не перестал, и даже для высших сил это не считается преступлением веры. Но это преступление для своей религии, но для высших сил нет. Мы с вами рассматриваем другую точку зрения. Он также молится, то есть он может в мыслях молиться и обращаться, что, скорее всего, есть. Это как и язык, если перешел, переехал в другую страну, думают совсем всегда на своем родном языке. И тут так же. И почему обязательно он должен умирать? То есть высшие силы ему в этой жизни могли дать совсем другие задачи, которые он выполнит, оставшись в живых. Еще другой способ. Допустим, он перешел в другую веру и стал молиться другому Богу. Это считается отступлением от своей веры и таким вот клятвопреступлением и ужасным поступком. Это, друзья, так же для высших сил не считается. А почему? Потому что Бог один. И я вам сейчас это докажу. Допустим, вы, православный христианин, пришли в мусульманскую мечеть или даже за стенами мечети послушали их молитву. Эта молитва также, если вы, естественно, человек чувствительный и задатками силы, вызовет вас вибрацию энергии. Я почему хожу в церковь? Общаться... То есть я получаю там много энергии. Мне это ближе, чем какая-то кладбищенская энергия, магия. Я получаю энергию в церкви от общения со святыми, своими друзьями. От людей в церкви подпитываться нельзя, напомню вам. Итак, вы также, как и в своем православном храме, испытаете те же вибрации. И также наоборот. Если человек мусульманин придет или посмотрит за стенами православного храма, он испытает также вибрации. Буквально недавно я смотрела случайно ролик, где поется мусульманская молитва. И она вызвала, так же, как и в христианском храме, такие вибрации. То есть даже чувствительным людям не обязательно заходить в храм, чтобы узнать это доказательство. Пишите, что вы думаете на этот счет. Но высшие силы думают так. Всем спасибо. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok